Звучит музыка. Звучит музыка. Я каждый год еду в Казахстан летом. Я вообще сам с Астаны, но я приехал с Пекина. Я последние 10 лет жил в Пекине и решил попробовать новую страну. И я так и оказался здесь. Я вышла замуж. Мой муж американец. Мы долго ездили по всему миру и наконец приехали, остались жить в Америке. Я вышла замуж 22 года тому назад. И мы приехали сюда. У меня была ассоциация вначале, она называлась Центрально-Азиатский культурный обмен. И ассоциация очень активно работала в Казахстане. И мы работали с такими художниками. Сейчас они очень известные художники, как Кадыржан Хайрулин, как Осия Хайрулина. Я приехала из Алматы и очень давно уже здесь. Я в Казахстане родилась, но мы приехали здесь, когда мне было 2 года. Я закончил юридический факультет, сейчас ожидаю экзамена на лицензию. Я работаю, у меня есть школа. Это наша школа для соотечественников. Она называется «Русская школа Эрудит». Правительство Казахстана, в том числе Назарбаев, президент Назарбаев сделал. Он перевел бухгалтерский счет, банковское дело, налоговое. Все это перевел на западный счет. На западные стандарты. И когда это произошло, мы сюда приехали, мне надо было вначале сдать какой-то экзамен. Не как для квалификации, но рекрутеры у меня взяли экзамены. На этом экзамене я 100% все сдала. Они мне сразу приняли на работу. При том, что у меня английский не был таким сильным. Но тот опыт и знания, которые я получила в Казахстане, они мне здесь помогли. Классы организовала Казахско-американская ассоциация. Классы очень успешные, я могу сказать. Да, мы очень благодарны Едыге нашему учителю, потому что у него великолепные знания языка, литературного казахского языка. Очень богатый-богатый опыт. Красиво научилась играть в Байситовской школе, где я училась. Ну и, разумеется, потом я училась в Ленинградской консоли, в Аторий. Я преподаю казахский, вот в школе, которую организовала Инна. Уже второй год у нас проходит казахский язык. Есть два класса. Есть классы для взрослых, есть классы для детей. У меня старшая свободно говорит и по-русски, и по-казахски. Младшим 5 и 7 лет. Они по-русски говорят не очень хорошо, но по-казахски говорят практически так же, как по-английски. Конечно, скучаем. Там скучаешь по таким моментам, когда хочется к маминому плечу приложиться, когда хочется съесть кусочек козы. Мне тоже нравится барусаки. Ну, иногда, я люблю канонина, иногда мы приезжаем сюда, ну, это секрет. Но тоже у нас были друзья, кто делали канинов в Америке. Здесь казахская община не дает скучать, во-первых. Во-вторых, такого природа человека начинает скучать, когда выезжают. Начинает ценить то, что есть, уже когда находятся за рубежом. Если бы я жила в Алмате, я очень сомневаюсь, что мы бы так широко и так трепетно относились к празднованию казахских праздников. И я, честно говоря, даже сомневаюсь, что я бы с детьми разговаривала по-казахски. Как-то вот, находясь вдали от родины, почему-то в душе поднимается вот это вот желание научить детей, чтобы они знали, не забывали ни язык, ни культуру. Я тоже хочу, как казахский муж, и что наши дети могут тоже разговаривать по-русски, учить казахский, знать нашу культуру. К сожалению, еще нет, я еще не женат, семьи нет, но, надеюсь, скоро будет. Если невеста подойдет по душе, то национальность не имеет никакого значения. Я бы хотел жить там несколько год, чтобы я поняла, как там живет люди. Конечно, на казахском, потому что в казахском языке есть такое понятие «анаталия». Так я хотел бы, чтобы мои дети говорили на родном языке и родным языком считали казахский язык. Мы не сожалеем, есть много составляющих, чтобы жить комфортно. Должны быть друзья, друзья как родственники, должны родственники приезжать, должна быть работа, которая была интересна, должны, чтобы дети были счастливы, должны, чтобы муж был счастлив. Когда эти все составляющие совпадут, тогда здесь очень хорошо жить. Казахстан, коза-коза-коза-коза-коза. Дорогие казахстанцы, дорогие особенно жители города Алматы, поздравляю вас с праздником наурус, наурусдармскутыболсен, промяту агайен, люблю вас всех и надеюсь скоро вас всех обниму и увижу. Счастливого науруса, наурускутыболсен и чтобы все было хорошо, желаю вам огромного здоровья и счастья. Дорогие казахстанцы, поздравляю всех с праздником наурус, хочу поздравить всех казахов в городе Пекин, я по вам скучаю, люблю вас, поздравляю с праздником наурус, наурусдармскутыболсен. Поздравляю с весенним праздником наурус, желаю всем счастья, радости, чтобы наурус принес с собой все самое светлое и самое лучшее и уходящая зима унесла все горести и печали. Субтитры создавал DimaTorzok